Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова и мы с вами на канале Дарвиновский музей детям. Однажды на берегу Красного моря в Египте я нашла вот такой вот необычный панцирь. И сегодня мы поговорим об обладателе такого панциря, о моллюске, который называется хитон. Хитоны это очень древний примитивные моллюски. Это целый класс, который наверное не очень хорошо известен, всех хорошо знают двустворчатых моллюсков, брюхоногих и даже головоногих. Но вот почему-то хитоны не так знамениты, хотя у этих моллюсков много самых интересных качеств. Ну что самое первое бросается в глаза, что у этого моллюска не обычная раковина, а у него прям настоящий панцирь, который закрывает его спинную сторону. И этот панцирь состоит из восьми отдельных пластинок. Пластинки расположены на спинной стороне наподобие черепицы. Они друг с другом подвижно скрепляются, и это помогает моллюску закрепляться на различных жестких каменистых поверхностях, даже если они неровные. Потому что его панцирь, он такой достаточно гибкий и подвижный. У этого моллюска по краю панциря идет такая кожистая полоска, которая называется перенотум. Этот перенотум сверху защищен самыми различными маленькими чешуйками, иногда это могут быть иголочки, и при помощи этого перенотума, а также при помощи мускулистой ноги, которая расположена с брюшной стороны моллюска, моллюск очень прочно прикрепляется на каменной поверхности. Вообще хитоны, их довольно немало, их около тысячи видов, они распространены практически повсеместно по всем морям и живут исключительно в морях. Пресноводных хитонов не бывает. Встречаются они в разных местах, ну, по крайней мере, мы их чаще всего видим в приливной зоне прямо у самого берега. Мы можем их найти, например, на каких-то камнях у кромки воды. И нередко случается так, что во время отлива хитоны оказываются над поверхностью воды и какое-то время могут там вполне существовать, несмотря на отсутствие воды. Они довольно неплохо защищены. Но среди хитонов есть и такие виды, которые обитают на довольно больших глубинах. Они встречаются на глубине до 6 километров. Итак, с верхней стороны мы с вами видим панцирь. Мы видим, что пластинный панцирь плотно друг к другу примыкают, перенотом их окружает и удерживает. Но если живого моллюска перевернуть, ну, вот у меня только панцирь, да, мы можем увидеть только обратную сторону панциря, но если бы это был живой моллюска, мы его перевернули, то прежде всего мы бы с вами обратили внимание на огромную ногу. Такую мускулистую, хорошую ногу, которая встречается у многих моллюсков, и которая позволяет хитону плотно очень присасываться, например, к какому-то камню. Ну, а кроме того, при помощи этой ноги животное может переползать с одного места на другое. Делает это достаточно неторопливо, но тем не менее все-таки делает. Что мы здесь еще, кроме ноги, можем увидеть? По бокам от ноги у хитона расположены жабры с одной и с другой слева и с правой стороны. А на его головной части у него голова, в общем-то, не выражена, как бывает у некоторых животных, но, тем не менее, все-таки можно понять, где у хитона головная часть, поскольку именно там расположен рот, а во рту расположена радула. Что такое радула? Это такая помесь языка с зубами, то есть это орган, он подвижный, и он весь усеян огромным количеством маленьких зубцов. Там множество рядов, в каждом ряду по 17 мелких зубцов, и этот орган у моллюск совершенно фантастический. Нужна радула для того, чтобы питаться, потому что при помощи радула моллюск соскребает свою пищу с поверхности камней. Чаще всего такой пищей служат, конечно, водоросли, но иногда бывает, что моллюску попадаются или бактериальные маты, или, например, есть такие животные колониальные, называются мшанки. Они очень маленькие, они тоже образуют нарастание на камнях, и хитоны тоже могут ими питаться, то есть они не абсолютно могут быть растительноядные, некоторые виды всеядные. Есть также, кстати говоря, среди хитонов и настоящие хищники, которые охотятся на мелкую добычу. У этих хитонов на головной части расположены специальные щупальца, они приподнимают переднюю часть своего тела, и при помощи этих щупалец подтягивают себе добычу этой добычи, чаще всего становятся или какие-то мелкие креветки. Иногда добыча может стать даже маленькая рыбка. Вот, то есть, ну, вот хищники среди хитонов тоже встречаются. Вот у меня уже достаточно старый панцирь, которому много лет, и вообще у некоторых видов хитонов бывает невероятно совершенно яркая окраска панциря. Они очень бывают красивые, очень яркие цвета, необычные на поверхности панциря делают их прямо настоящими такими сокровищами, которые могут ползать по камням на берегу моря. А в некоторых случаях мантия разрастается, и пластины панциря полностью закрывают, их вообще можно не увидеть. Такая история, например, у самого крупного хитона, который нам известен, это криптохитон Стеллера, это хитон, который живет в северных частях Тихого океана. В том числе у нас, например, на Дальнем Востоке этого моллюску тоже можно встретить. Этот самый крупный хитон, он достаточно яркого цвета, его вот эта вот мантия, покрывающая сверху пластины панциря, достаточно такая яркая, она напоминает какую-то кожистую оболочку, и размер этого моллюска может быть довольно большой, он достигает 43 сантиметров в длину, и весть может до 2 килограмм. И даже таких моллюсков используют в пищу, но в общем моллюсков едят, наверное, в этом как раз ничего удивительного нет. Та самая радула, те самые зубы, которые на ней расположены, они совершенно удивительны. Это единственный такой пример вообще в животном мире. Поначалу зубчики, когда только появляются, они постоянно истираются, изменяются, то есть это тоже такая сообразная лента, конвейер. Она достаточно длинная, радула, и усеяна вот этими вот полосками зубцов. И поначалу зубцы состоят исключительно из хитина, но потом на этих зубцах начинает постепенно откладываться такое вещество, которое называется магнетит. Это оксид железа, обладающий магнитными свойствами, которые придают зубам невероятную прочность. То есть можно сказать, что у этих моллюсков металлические зубы. Эти зубы позволяют им постоянно скрести поверхность камней, потому что, конечно, обычные зубы, такие, например, как у нас с вами, такого безобразного к себе отношения, наверное, бы не выдержали. А железные зубы хитона вполне себе выдерживают постоянное поскребывание по поверхности камня. Но что делать? Именно таким образом моллюск питается. Считается, что эти зубы, помимо того, что они очень прочные, они еще могут участвовать в магнитной рецепции. То есть, скорее всего, хитоны – это моллюски, которые ощущают магнитное поле Земли. Но пока еще этот вопрос недостаточно хорошо изучен. Что же еще необычного в этих моллюсках? Вот смотрите, у него такая поверхность панциря. Вроде бы она кажется очень прочной, но на этой поверхности панциря расположено у моллюска огромное количество глаз. У одного хитона может быть на панцире, именно на панцире, до тысячи глаз, представьте себе. Долгое время считалось, что хитоны вообще лишены зрения. Но выяснилось, что у них очень маленькие глазки, и эти глазки совершенно удивительные. Это такие небольшие пигментные пятнышки, на которых расположены фоторецепторные клетки, а сверху над ними расположен настоящий хрусталик. Причем, если у нас хрусталик состоит из белка кристаллина, то у хитонов хрусталик каменный. Представьте себе, это кристалл органита. Органит это такой минерал, из которого, собственно говоря, строится панцирь. Но в панцире органит находится в другой форме. А здесь вот каждый хрусталик, это отдельный такой маленький кристалл. Причем, органит обладает очень интересными оптическими свойствами. Глаза с органитовыми хрусталиками, они благодаря свойствам этого минерала способны хорошо видеть над водой, то есть на суше и под водой. Что для этих моллюсков важно, поскольку, как мы говорили, многие из них живут как раз в прибрежной зоне. Так что вот так вот этот моллюск, в общем, нас удивляет своими потрясающими совершенно качествами. Ну и теперь, наверное, несколько слов о его размножении. Моллюски эти раздельно полые. Чаще всего оплодотворение происходит в окружающей среде, но иногда яйца оплодотворяются в мандийной полости самки. Ну, соответственно, если размножение происходит в окружающей среде, то и развитие яиц тоже происходит в окружающей среде. А если оплодотворение происходит в мандийной полости, то нередко бывает, что самки вынашивают свои кринки в мандийной полости, и из них выходят уже вполне сформировавшиеся маленькие личинки. Маленькие личинки растут. Личинки эти называются трахофоры. Подобные личинки существуют и у других видов моллюсков, но между трахофорой, личинкой, и взрослым кетоном не существует переходной стадии или велигеры. Когда личинка собирается стать взрослой, ее тело удлиняется. На ее верхней спинной части образуется сегментированная ракучная шлеза, которая начинает образовывать пластины панциря, а на ее нижней части формируется нога. И еще интересно, что у личинки, в отличие от взрослого животного, есть просто обычная простая пара глаз. Вот эти глаз мы не можем увидеть у взрослого хитона, но зато у него целые тысячи глаз есть на панцире. У них есть еще один орган, который позволяет им определять вкусы рядом с радулой. У нее существует специальный орган, называется он субродулярный, которым хитон периодически прислоняется к поверхности камня, на котором он находится, пробуя на вкус то, что он собирается съесть. То есть вот такие вот органы чувств у этого животного присутствуют. Хотя в целом надо сказать, что его нервная система развита достаточно слабо и она напоминает простую такую лестницу. То есть у него даже не происходит слияние в одну нервную цепочку с ганглиями, с узлами нервными, а это вот такое некое подобие лестницы. Ну что ж, друзья мои, надеюсь, мне сегодня удалось вам рассказать что-нибудь новое и необычное и показать вот такой замечательный панцирь. Будьте внимательны, когда вы гуляете в лесу или на берегу водоема. Может быть, вам тоже попадутся какие-то необычные предметы, о которых было бы интересно рассказать. Спасибо вам большое за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал. Приходите к нам в музей. Мы всегда очень рады вас видеть. У нас всегда есть что-нибудь новое и интересное для вас. Всем хорошего дня. Пока!